Всем привет! Сегодня я готовлю блюдо из кабачков, которое очень любят в моей семье. Подойдет и на обед, и на ужин. Очень часто готовлю. Это рецепт, который порадует всю семью. Это голубцы из кабачков. 100 грамм риса перекладываем в кастрюлю, заливаем холодной водой, приблизительно 500 мл. Отправляем на огонь и варим до готовности. Около 15-20 минут. Все зависит от сорта риса. Готовый рис перекладываем на сито и промываем под проточной водой. Одну луковицу очищаем и нарезаем кубиками. Трем на крупной терке одну среднюю очищенную морковь. На небольшом количестве растительного масла обжариваем лук до золотистого цвета. Далее добавляем к нему морковь и жарим еще около 2 минут. В миске соединяем 300 грамм куриного фарша, отварной рис, также жареные овощи, лук и морковь. Добавляем 1 чайную ложку сухого чеснока, а также соль по вкусу и хорошо все перемешиваем. Далее берем 2 кабачка или 2 цукини, срезаем хвостики и овощечисткой нарезаем на слайсы. Из 2 цукини у меня получилось 30 слайсов. В серединке кабачков, которые у вас останутся из них, можно приготовить замечательный овощной рагу. Берем форму для выпечки и у вас останутся вот такие остатки, это обрезки, кожура, выкладываем на дно формы, тогда у нас точно ничего не подгорит. На каждую пластину кабачка выкладываем 1 чайную ложку начинки и сворачиваем рулетом. Если при нарезке у вас получились такие неровные слайсы, ничего страшного, мы тоже их используем. Можно это блюдо готовить также на сковороде 35 минут под закрытой крышкой на маленьком огне, но я буду запекать. Подготовленные рулеты плотно друг к другу выкладываем в форму. Для соуса 2 столовые ложки томатной пасты, также 2 столовые ложки сметаны, 1 чайная ложка хмели-сунели, соль по вкусу. Заливаем 400 миллилитрами воды и хорошо перемешиваем. Заливаем голубцы подготовленным соусом. Накрываем фольгой и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов запекаться на 30 минут. Далее я фольгу снимаю и отправляю запекаться еще на 20 минут. Готовые голубцы сверху поспаем зеленью или зеленым луком, подаем к столу. Получаются шикарные нежные голубцы, обязательно рекомендую попробовать это блюдо. Всем приятного аппетита и до скорых встреч, пока-пока!